Музыка Музыка Книголюбы наверняка помнят, как мир сходил с ума в середине нулевых от романа Дэна Брауна Кот да Винчи Признаться, я и сам влюбился в роман и с нетерпением ждал экранизацию Но лучше бы ее не было Фильм был снят отвратительно относительно книги, которые зачитывались до дыр Для тех, кто не читал, скажу в двух словах Дэн Браун, ссылаясь на ватиканские архивы, рассказывает в своем романе о святом Граале, святом семействе Иисуса Христа Вернее, его потомков на земле Мол, Ватикан скрывает, что у Иисуса была жена Мария Магдалена, общий сын, с которым она поселилась во Франции после вознесения супруга Иисуса И эта святая семья уже несколько веков проживает в Европе, дает миру таланты И одним из сонных был Леонардо да Винчи, зашифровавший тайны своего рода святого в своих работах, в частности в Джаконде и в Тайной вечере Подробности пересказывать не буду, желающие могут почитать бестселлер тех лет Конечно же, Азербайджан не был бы Азербайджаном, если бы не приписал себе святость да Винчи Азербайджанские СМИ на полном серьезе с косвенной ссылкой на несуществующего канадского ученого И неосведомленное западное издание стал тиражировать миф о том, что мама да Винчи была азербайджанкой Вернее, азербайджанской рабыней, на которой женился теперь уже, судя по Дэну Брауну, потомок Иисуса Христа Так вчерашние сииды, то бишь потомки пророка Мухаммеда, породнились потомками Иисуса Христа В результате чего появились азербайджанцы в чистейшем виде Что ж, в сказках ложь давних намек Добрым молодцам урок А добрые молодцы уже в лице азербайджанского ученого решили пойти дальше А раз уж в ватиканских архивах столько всего секретного То почему бы самим азербайджанцам не рассекретиться Поехал рассекречивать свой народ Сфотографировался там за столом, листая материалы И вернулся в Баку сенсацией Секреты об Азербайджане и его древней истории хранятся в ватиканском архиве Мамой, клянусь Рассказал все это на азербайджанском языке А его же земляк, турок и по совместительству азербайджанец Или наоборот, я уже запутался Пошел еще дальше Озвучил Эврику на русском языке Так он думает Некоторые вещи из его сенсационного сообщения Мы сейчас посмотрим И будем возвращаться каждый раз для комментариев Что ж, итак, внимание Так, как вы поняли по названию этого эфира Сейчас мы будем говорить о ватиканских архивах Значит, совсем недавно я нашел интересный видеоматериал в интернете Из ютуб-канала, который называется «Вот такие дела» И там один азербайджанский ученый рассказывает про свои исследования в ватиканских архивах Секретных архивах Вот этот материал привлек мое внимание И я хотел бы этот материал озвучить на русском языке Потому что материал на азербайджанском Я знаю, что многие русский азербайджанский язык не знают Но по сравнению с русским, который до сих пор проживает в огромном количестве в Азербайджане Они отлично знают азербайджанский язык Вот, ну вот я хотел, чтобы этот материал вам переводить в прямом эфире Почти синхронный перевод Надеюсь, у меня получится И если не получится, вы мне поддержите в своих комментариях Почему я это сделал? Потому что в последнее время огромное количество разных источников Чуть ли не с пеной у рта доказывает Вот в ватиканских архивах указано там Армения Карабах относился где-то когда-то там в средневековье армянам Там какие-то там жили хаи и так далее Вот как раз таки исследование азербайджанского ученого В пух и прах это утверждение уничтожает Почему? Потому что до сих пор там не было азербайджанских ученых Это первый азербайджанский ученый, который туда попал Исследовал архивы И вот давайте вместо того, чтобы долго говорить Я вам этот материал покажу и переведу на русский язык Потому что материал на азербайджанском языке Вот Значит так Говорится о чем? Один из самых секретных мест в мире Секретные архивы Ватикана В 1610 году была организована Папа Пятый Павел В целом 85 километров длину этих архивов И 35 тысяч исторических документов И миллион книг там хранится И каждый день там работает полтора тысячи ученых Папа Пятый Павел Это конечно сильно Не Папа Павел Пятый, а именно Папа Пятый Павел Сильнее может быть только первый азербайджанский ученый, побывавший в Ватикане Впрочем, начало положено Фуат доказал, что хоть и костноязычный, не путать с костномозговым Но читать по-русски умеет Когда зачитывал шпаргалку из Википедии Ведь надо же с чего-то начать Будем считать, что процесс пошел И первый азербайджанец, пока что единственный Который попал в эти секретные архивы Ватикана Является доктор исторических наук, профессор Фарид Олегперов И вот Фарид Олегперов сам рассказывает о том, что впервые он туда попал В 2011 году через Министерство культуры Азербайджана Было сделано обращение, написано письмо И через посольство Азербайджана в Ватикане Через самого посла было сделано это обращение Ильчин Эмербеев, тогдашний посол, вручил это письмо С просьбой исследовать ватиканские архивы И с помощью фонда Гейдара Алиева С поддержкой фонда Гейдара Алиева Было открыто, как говорится, ватиканские архивы Для азербайджанцев, азербайджанского ученого Где было написано, обнаружено более 300 разных книг Значит, там два разных архива Первый ватиканская апостольская библиотека А вторая ватиканская, значит, секретная библиотека Или ватиканский архив Значит, любой документ можно там заказать Картографии, то, что интересуешься Обращаешься, и тебе, как говорится, это как в обычной библиотеке показывают Никто никого не контролирует Можно просто заходить и попросить Значит, там есть огромное количество картотек Просто там снимают камеры И эти камеры просто зафиксируют все происходящее Как видите, пока одна лишь болтовня И рассказ о том, как попасть в ватиканские архивы Это такой ход для убедительности Что-то вроде, чем больше слов, тем правдивее правда Прошу прощения за тавтологию Болтовня и фотографии первого азербайджанского ученого За всю историю древнего Азербайджана И ее древней учености Который побывал в ватиканском архиве Его пропуск, его фотографии С какими-то милыми людьми из Ватикана Мол, смотрите, я уже в Ватикане Круто, да? Но самое интересное, что во время пересказа За спиной у Фуада маячут какие-то еще иллюстрации Они частенько будут появляться у него за спиной Как и пропуск в Ватикан азербайджанского ученого и его фото И снова будет ширма Ведь когда говорят о секретных материалах, тем более рассекреченных То нужно чего-то показывать Вот и показывают карты, где Азербайджан так и не указан И арабские, и персидские тексты, в которых тоже ни слова об Азербайджане Владеющие вязью не дадут не соврать Особенно если эти владеющие увеличат то, что за спиной у Фуада Смотрим дальше Значит, там есть музей, где хранятся вещи, которые относятся к Азербайджану Средних веков, азербайджанских правителей Там огромное количество указано Про государство Ахгойн-Лой, Карагойн-Лой Про государство Сефеви там указано Про государство Качаров указано И то, что они имели огромное количество тесных отношений с Папой Римским и Ватиканом И есть там Шах Сефи, Тахмасив, данные с этими правителями Про правителей Сефеви и про Шах Исмаил Хатайи Его личные, как бы, рукописи там хранятся И там они написаны, как азербайджанские правители И как азербайджанцы А не как там, иначе Это очень важно Там есть рукописи Физули, Насиме, Шабустер Там хранится огромное количество источников азербайджанских пайетов И мы это нашли первый раз в Ватикане Об этом нам раньше не было известно И мы копии этих документов привезли в Азербайджан Для дальнейшего изучения Количество 80 штук Особенно в апостольской библиотеке в Ватикане Хранится рукописи Физули, Насиме, миниатюры там хранятся И многие из них испорчены Никто за ними особо не следит Там есть каталоги И частично сохранились каталоги Есть там карты 15, 16, 17 веков И в этих картах Сама территория Карабаха И не только Карабаха И вся Армения современная указана Как территория Азербайджана И это указано в Ватиканских архивах Там хранятся вещи Которые относятся к истории Азербайджана средних веков Правда вещи эти нам никто так и не показал Идут перечисления писем Грамот государств И обратите внимание Не Азербайджана А Ак-Коин-Лу Карахоин-Лу Сефивидов и прочих Относящихся к истории Персии И истории Ирана А учитывая что династия Хоин-Лу Сефивидов Начинает свои истоки Из современного Туркменистана То получается что Ватикан Хранит документы туркменских династий И об этом говорю не я А сама история Ведь известно что истоки этих династий Исходят из современной Туркмении Но опять же Причем тут Азербайджан Если документы подписаны Ватиканом и правителями Той части света Которая нынче называется Ираном Все что Фуак перечислил Для этого не нужен и Ватикан Все этой информации Из истории Ирана Полно не только в библиотеках мира Но и в том же интернете Что секретного то Также если обратите внимание За спину Фуада То увидите некоторые карты Мелькающие раз за разом И сопровождающиеся словами Аббасова Азербайджан 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 На самом деле если вы примените Стоп кадр То не только Карабах с Арменией Но и Баку И все что севернее Аракса Подписан либо Шерваном Либо Албанией Либо вовсе ничем Но никак не Азербайджан Да и что за карты Кто автор Какого года выпуска Где выпустилась та карта Нет ничего Фуак просто дурачит Озвучивает то чего нет Впрочем как и их первые ученые Потершие штаны Ватикане И желающие получить Хоть какое то вознаграждение От Алиева Ведь стулья ватиканские Штанами протер Как никак А Эврика Так и не получилось Но хоть что то Также заметим еще одно обстоятельство С этими махинациями С картами Если снова перекрутить И обратить внимание В каком темпе показываются Исторические карты То легко заметить Что юго-запад Закавказье Где расположена Армения Все время обрезается Вот к примеру Не кажется ли вам Что это одна и та же карта Что за спиной у Фуада Если не считать светорасстановку Границы те же Эпоха та же Азербайджанцы Ее сейчас только нашли В секретном архиве А весь добрый свет Вкупе с армянским Давно знакомы с этой картой Это деталь атласа де Лиля Карта Каспийского моря Только то что Фуад Называет Азербайджаном На этой карте Подписано Ширваном А то место что Фуад Старается скрыть Называется Арменией И заметьте Ереван в том числе И Арца В составе этой самой Армении Как видите Я в отличие от Азербайджанских пустословов Показываю в увеличенном виде Карту всего региона А не отдельные ее части И издалека Где даже Сыч в ночи не разберет Прошу прощения У моего Азербайджанского Зрителя Сыч это не то что вы подумали Это птица Из семейства сов Прекрасно видящая В ночи И там допустим написано Кто-то куда-то поехал И их сопровождал Армянские Как говорится Люди с армянскими именами Несколько армянских имен Там фигурирует Но нигде не указано Что армяне является Основным населением Этих мест Нигде не указано Что на Кавказе Жили армяне Это про ватиканские Архивы мы говорим Есть там допустим Атлас 16 века Который был опубликован В Голландии Где написано Что Иреван Находится на территории Азербайджана И является Азербайджанским городом А про Армению Там вообще ничего не сказано 150 карт Которые касаются Азербайджана Самые важные 50 штук Мы привезли В Азербайджан Для изучения Я думаю Сторонний зритель Не имеющий отношения Ни к Азербайджану Ни к Армении Вполне Понял Все это Чувство Что несет Этот человек Эти больные люди Якобы что-то нашли Об Азербайджане В Ватикане Но мало того Что ничего не показывают Так еще и Прокололись тем Что они стараются Дезинформировать Зрителя И поделиться Не находками А доказательством Того Что армян Не было Армении Не было То есть Нет никакой Радости В глазах О находках Есть Банальная Антиармянская Дезинформация 50 карт Привезли В Азербайджан Для изучения Где же они Так обнародуйте Их Или теперь Они Принадлежат Бакинскому Секретному Архиву А может Вы сначала Их подделаете Уберете Где нужно Термин Армения Или Армяне А потом Обнародуйте Что вполне Возможно Тогда Вы уже Будете Овцами Не только Для Еревана Но и Для всего Остального Честного Мира Который С вами Особо Близко Не сталкиваются Разве Что на Очередных Икорных Мероприятиях Что касается Голландии Недавно Я только Вернулся Из этой Страны Снимал Документальный Фильм Об армянских Следах Стран Бенилюкса О которых Соплеменникам Фуада Аббасова И Ватиканского Штанопротирателя Только Мечтать Когда я Бродил По Амстердаму Случайно Наткнулся На Антикварный Магазин Где В том числе Продавались Копии Старинных Карт Изданных В Амстердаме В средние века И вот Она Армения Что касается Азербайджана То Его здесь Можно найти Только С баночкой Черной Икры И то Не факт Там есть Данные Про Шах Аббаса Который Обращается Папа Римскому О том Что он выражает Свои Сожаления О том Что в Ватикане Был убит Посол Был убит Хусейн Голубей Посол Софиевитского Государства Ватикана И Об этом Папа Римский Ничего не знал Но Он был убит Неизвестными Людьми Но Несмотря на это Убийство Шах Выражает Свою Надежду На то Что Отношение Между Софиевитским Государством И Ватиканом Будет В дальнейшем Продолжаться И Там есть Значит Данные О том Что в какой-то там Селе Сколько человек Живет Сколько там Какие там Цены на рынке Что там Продается На этих рынках И О чем Говорят Там Люди Как живут Там Нищие Допустим Или там Низкий Уровень Слой Населения Какие там Дороги Какие там Мосты Там указано И все это указано Как азербайджанские Земли Азербайджанские Высота Допустим Построек Какие там Там До мельчайших деталей Все было указано Допустим Что там Внутри Находится Сколько ступенек На этих Лестницах Находится Все было Очень Точно Указано И на основании Этих Указанных Документов Можно Восстанавливать Разрушенные Постройки Исторические Постройки В том числе И в том же Самом Ереване Ну я не сомневаюсь Что папский Нунций Приехал К сифивидам И прошелся По базару Поузнавал У азербайджанцев Цены на арбузы А если Серьезно Опять же Что тут Секретного И того Чего не знал Мир Из-за чего Нужно было Разводить Такую Сенсацию И какое Отношение К Азербайджану Вообще Имеет Сифивидское Государство Правоприемник Сифивидского Государства Иран И это было Иранское Шахское Государство Столица Сифивидского Государства В разные Периоды Были И Тебрис И Казвин И Исфахан Все они Были и есть На территории Современного Ирана И все эти Города Были образованы До сифивидов И вообще До явления Тюрок В Иран И народам Ближнего Востока Нынешний Азербайджан Если имеет Отношение К сифивидскому Государству То есть Как завоеванные Ими Территория Кавказской Албании Опять же Не имеющие Отношения Ни к тюркам Ни к Азербайджану Впрочем Нынешний Азербайджан Имеет отношение К сифивидскому Государству Ровно так же Как и Армения Грузия Турция Ирак Сирия И прочие Опять же Завоеванные Сифивидами Потому как Сифивиды Династия Исходящая Из туркменских Племен И то Это было Так глубоко Сами сифивиды Уже Давно И внешне Не были Тюрками В них была По большей части Кровь Ираноязычных Народов Ираноязычных Тюркских А также Анатолийских Народов В том числе Кстати говоря И армян То что Сифивиды Говорили Как на Персидском Так и на Торки Так Пол Евразии Говорили на Торки В то время Не было Отдельных Языков Турецкий Азербайджанский Торкменский Узбекский И прочее Это был Один язык Торки И прибыли Эти самые Носители Торки В Иран Из Турана Территории Центральной Азии Или Ватиканские Архивы Перевернули Всю Мировую Науку И утверждают Иначе Зачем же Подменять Понятие Азербайджан же Если и указан То Не в качестве Независимого Государства А области Ирана Впрочем Как и сейчас Ибо Настоящий Азербайджан Там А не тут Выражаясь Вашим же Никчемным Языком И вообще Пора бы Ирану Поставить вопрос Ребром Азербайджану По тому же Сценарию Как Греция Поставила вопрос Македонии Македония Область Греции И греки Требуют Чтобы Республика Македония Сменила название Своей страны Чтобы Македонская Культура И все Что связано С македонской Греческой Историей Не было Прикватизировано Болгарами Живущими В области Македония И называли Себя Македонцами Тем более Есть хороший Пример Азербайджан И азербайджанцы Которые Еще Чуть более 100 лет назад Не имели Ни своего Эдмонима Ни государственности С названием Азербайджан А сегодня Уже претендуют Не только На соседние Государства Которые На протяжении Нескольких Столетий Были в составе Шахского Ирана Но и сам Иран Называют Азербайджанским Только потому Что династии Некоторых Иранских Империй Являлись Тюркскими В таком случае Вся Византия Была армянской Почему Нет Ведь и там же Династии Целые Были Василевсов Армян Так то То хоть Армяне А то Тюрки Даже Не Азербайджанцы А тюрки Понятие Обширное К примеру Попробуйте Отличить Учебники Истории В Туркменистане От учебников Истории В Азербайджане Один в один Только название Страны Меняют Кто Кого Обезем Дирил Думаю Догадываетесь Что касается Армянского Ватиканской Библиотеки Нарочно Только Азербайджан Может придумать В Ватикане Тысячи документов Касаемых Как самой Армении Так и В частности Армян Большая часть Из них Была Передана Еще Пием 12 В 1960 Году Армянскому Католическому Ордену Мехитаристов Сан-Ладзеро Дели Армении В Италии И Монастырь Мехитаристов В Вене Я бывал И там И там А библиотекам Мехитаристов Вены И Венеции Просто впечатляет Меня даже Матинодоран Не так впечатлил Как библиотекам Мехитаристов Напомню Большая часть Передана Им Из Ватиканского Архива И часть Сохранена Самими Мехитаристами Также Именно Ватиканский Архив Сохранил Ряд Старинных Карт Которые Нынче Известны Миру И нагоняют Страх На официальный Баку Например Карта Пятого Века До нашей Эры По Геродоту Которую Начертил Картограф Чарльз Мюллер В 1884 Году Для Изданного В Лондоне Атласа Древней Истории Или Карта Немецкого Картографа Конрада Миллера Составленная На основании Данных Географии Страбона Первого Века Или Карта Из Сведения Дионисия Перегета Вот она Перед вами Или Знаменитая Карта Помпония Меллы Которая Нынче Широко Известная А вот Собственно И сам Регион В увеличенном Виде Или Карта Мира Птолемея Перечерченная В 1513 Вы Обращайте Обращайте Внимание На Надписи В регионе Это Полезно Для Мозгов Или Карта Ауагейля Из Атласа Кохлера 1718 Года Представляющая Сразу Две Армении Малую И Великую Это Только Те Карты Которые Обнародовал Ватикан А еще Сотни Карт Хранятся В библиотеках Лондона Парижа Рима Александрии Амстердама Венеции И Рима Кого Пытаются Одурачить Фуния И его Первый Бакинский Ученый По Ватиканской Библиотеке Соплеменник Одновременно Стоит Только Догадываться Ну и Впрочем Как водится В конце Истерика Фуат Полагая Что его Эфир Может Показаться Неубедительным Выступил Произвольно И в сердцах Ведь Главное Не ватиканские Архивы Которые Оказались Несекретными Как мы видим А армяне Во что бы то ни стало Надо сказать Что армян Нет и не было Что армяне Это не армяне Что Индия Это Сахарстан И в том Изучение Копий Этих документов Конечно Они были написаны На разных языках И Как сказал Наш ученый Они частично Как говорится Повреждены Частично Уничтожены Частично В плохом состоянии Никто за ними Не следит Вот Я думаю Что в дальнейшем Фонд Гейдара Алиева Будет финансировать Исследования Азербайджанских Ученых Ватиканских Архивов Для того Чтобы окончательно Дать понять Не только Российскому Зрителю Но и всему Мировому Сообществу О том Что Никакой Армении И никаких Армян На территории Кавказа Нет И не было Все эти люди Сюда пришли В качестве Гостя И требовали Эти земли Которые Их поселили Это Раз и навсегда Все должны знать Еще в конце Хочу сказать Что Современные Армяне И Те люди Которые Считают Себя Армянами Никакого Отношения К хаям Не имеет И хаи Так называют Армяне Себя На своем Языке Никакого Отношения К армянам Не имеет Армяне Они выходцы Из Турции Современной Территории Турции В районе Озера Ван И Просто Хаи Присвоили Себе Всю Историю Армян Сами По себе Который Является Копчакскими Турками Но об этом Мы будем Говорить В наших Следующих Передачах Одно Могу Сказать Фуат Аббасов Самый Что Не Есть Аббасов В древнетюркской Мифологии Когда Премя Фуата Аббасова Было Далеко От Современного Внешнего Мира На Далеком Алтае У тюрок Был Такой Злой Дух Аббасы Этот Злой Дух Подчинялся Только Богу Улутойону Который Изображался В виде Ворона Некоторые Тюркские Народы В Якутии И на Алтае До сих пор Ему поклоняются И называют Великий Господин Ворон Во имя Памяти Своих Предков И некоторые Сегодняшние Азербайджанцы Послушаются Подобным Аббасам А они В свою очередь Своему Великому Ворону История Повторяется И Хоть и Приобрело Антропоморфный Вид Подписывайтесь На канал Антитопор Нажав На Красный Указатель Вот он Слева Под этим Видео И оставайтесь С истиной Видео Вот он Продолжение следует Продолжение следует...